Итак, всем привет, с вами Дубгейн, мы продолжаем играть за США в мод Казерайф. Прошлась серия, мы закончили гражданскую войну, добили Канаду, и теперь будем восстанавливать нашу страну после такой войны. Единственное, я вот сейчас загрузился, заметил, у нас войска распустили все наши, кроме какой-то части. Я так понимаю, это что-то ивентовое, типа вот война закончилась, все ваши оплачения идут нахер. Слава богу, флот весь оставили, мы сейчас его консолидируем, собственно говоря. Будем как-то преобразовывать, промышленность сейчас у нас немножко подустала, но ничего. Фоксом, я думаю, мы сначала пройдем к ячейке исследований, вот сюда, затем избавимся от дебафов на сопротивление, вот оно. Потому что оно будет нам мешать наши земли полностью у вас, как бы своими называть. И затем уже будем восстанавливать промышленность. Так, я думаю, это наша судьба присоединить Канаду, там не такие большие стоимости. У нас стабильность улетела просто жесть, но это из-за вот этого минус 50, минус 40, лимит дивизии минус 25. Какой ужас. Жалко, что на лимит дивизии вообще без разницы. А так, конечно, очень неприятно. Более того, нам сейчас нужно будет добить здесь войска, здесь я вижу, какие-то войска остались после капитуляции. И самое неприятное, что все наши войска на западе, абсолютно все оставшиеся. Ну ничего, отобьем вот эти вот небольшие вторжения. И я думаю, будем планировать как-то высаживаться во Францию. Возможно, где-то попросим порты, куда-то что-то перебросим. В общем, придумаем. Может, где-то высадимся сначала здесь. Посмотрим. Ну, здесь подходят выборы между тоталистами и радикальными социалистами. Собственно говоря, вот здесь вот они у нас находятся в фокусах. Ну, честно говоря, я разницы вообще не вижу. По-моему, фокусы с обеих сторон буквально одинаковые. То есть фокусы доступны тем и тем, а здесь по 5 фокусов промышленности и решения все те же самые. Так что, наверное, я просто выберу большинство. Что здесь у нас синдикалисты самые большие. В их стороны будем как-то пойти. Хотя нет выброса. Ага, выбор немного другой. Ну, давайте радикальный социализм, потому что он чуть-чуть больше, чем тотализм. А нам нужно большинство иметь, чтобы стабильность. Ну, популярность партии приятно иметь. Тут, кстати, оказалось неплохое количество дивизии. 13, может быть, 14 штук. Движемся мы в свою сторону. Это еще и синдикалисты как бы есть. Хотя здесь выбор всего между двумя. А, подождите, тоталисты можно, да? Да, радикально как социалисты будем двигаться. Очень неплохие силы. Мы подрежем Антантия тоже тут. Отъехало окончание конституционного съезда. Фокус готов. Цена нашей партии переименовываются. И нам предлагают выбрать президента. Я, пожалуй, выберу Элизабет. По той простой причине, что у нее очень неплохие бафы. Как видите, это еще стабильность в неделю. И мы начнем восстанавливать нашу стабильность хорошими шагами. Так, армию мы ликвидировали. Кроме того, я заметил, что у нас есть решение необходимой демобилизации. Это значит, что нам нужно сделать вот этот фокус. Иначе будут какие-то неприятные вещи происходить. Поэтому мы пока что меняем ход за ячейкой. И сделаем сначала этот фокус. А потом уже вернемся к ячейке. А еще я заметил, что игра меня затроллила. Удалила мне шаблон дивизии кавалерии. И у меня все... Я типа смотрю, у меня автотранспорта 2000 требуется. И не понимаю куда. Оказывается, игра удалила мой шаблон. И сделала новый шаблон. И поставила туда на подавление моторизированную пехоту. Прекрасная игра работает. Кстати, во Франции что-то пошло не так, как будто. Но мы, кстати, как вы можете видеть, готовим выставку вот сюда. Мы запросим здесь проход у наших друзей. В Испании уже запросил. Здесь еще какой-нибудь попрошу. Я думаю, сможем и так проплыть. Так, мы тут продолжили некоторые порты. Испанию, Аргентины и Франции. И этого как раз хватило, чтобы нам достать до сюда. Собственно говоря, единственное, что нам нужно сделать, это получить КБВРД на самом деле. Преимущество. Так, здесь мы оставим. А вот эти скатков КБВРД лезут. По той причине, что... Там воровский флот. И мы из-за этого не можем получить там нормальное преимущество. А из-за этого и доплыть. Посмотрим, что можно с этим сделать. Тем временем в Индии закончилась одна из войн, я так понимаю. Да, Коммуна Бхарата победила. Это неплохо. А мы продолжаем гоняться за подлодками. Что поделать? Хотя здесь вот мы нашли, я так понимаю, французский флот. Другой вопрос, что я не уверен, что до сюда успеет наш флот. Но он как будто уже плывет. Вот он, да. Ну-ка, ну-ка. Там уже нет организации кораблей. Поэтому если наш флот все-таки доплывет... Он уже плывет, я надеюсь. Он плывет не туда. Наши дивизии поплыли. Отлично. Вот и произошла высадка. В целом там дивизия неплохо защищена. Но я думаю, мы сможем справиться. Кроме того, можно сделать еще вот так. И они сюда как разки идут помогать. Более того, мы и так смогли вот сюда высадиться. Нужно срочно пробиваться. Но, судя по всему, мы в Францию сейчас возьмем всю. И без особых проблем. Собственно говоря... Мы можем начинать полноценное наступление здесь. Время тут начинается война России с Германией. Посмотрим, почему она приведет. Мы тут уже воюем с террористами. Боремся с остатками сопротивления. И параллельно избавляемся от восстановления после Гражданской войны. Собственно говоря, все у нас потихоньку налаживается. Здесь высота произошла очень успешно. Единственное, что теперь надо кое-как пробиться здесь. А это уже не так просто. Германии не повезло еще больше. Теперь еще и Запада напала Франция. В принципе, весь интернационал. В Европе начинается жесткая заруба. Но, к сожалению, прямо сейчас мы в ней поучаствовать не можем. Нам нужно добить мутанту в виде Франции. У нас тут решение о том, чтобы судить АПВ. Можно их простить. Делать я это не буду. У нас и так хватает генералов. У нас на самом деле генералов вообще ужас, как много хороших. И здесь тоже неплохие. Можно посадить. А можно вообще всех членов партии. Но я думаю, просто возьмем среднюю политическую власть. Стабильность терять сменей не хочется. Так само у нас идет с федералами. Точно говоря, наши генералы не нуждаются в их помощи. Поэтому просто заберем политическую власть. И потихоньку уничтожаем сопротивление. Здесь мы тем временем неплохо так продвинулись. Заняли вот здесь вот переходы. Только из-за этого нас убивают. Потому что дивизии не могут достичь одновременно. Они доходят вот так вот и пробиваются. Но я думаю, сейчас... Ну блин, да, там фронт какой-то очень большой. Слушайте. А, туда можно напасть из трех провинций. Тогда да, все логично. Но я думаю, мы сейчас... Вот здесь вот мы добили войска. Сейчас мы подведем. Здесь добьем небольшой анклавчик. И в принципе мы будем пробовать пересекать. Потому что здесь нам проход на море не дадут. Так что придется пересекать пустыню. Могли бы мы наконец пересечь пустыню. Это было не так просто. Потому что туда только доходит одна-две дивизии. Их обратно выбивают. Но в целом получилось нормально. Осталось только довести туда всю армию. Если надо, я готов просто попрожимать последние рубежи. Как бы... Типа как сейчас. В целом не стесняться. Вся армия дойдет. Мы перейдем в наступление. Как французы поражали тут... Собственно говоря, вынужденную атаку. Потеряли очень много людей. Снаряжение. На самом деле мы тоже тут наши войска поотбрасывали. Потому что у меня не было очков на рубеж. Потому что у меня умер генерал Ивентова. Который был фейдмаршалом. И мне срочно понадобилось нанимать нового. Собственно говоря... Теперь мы наконец-таки начинаем наступление. И отбросим их от этих пустых. Потому что бегать туда-сюда... Это конечно дикий ужас. А мы тем временем потихоньку качаем социальную реулицию. Здесь видите, прирост населения растет. Мне в принципе это устраивает. И затем мы пойдем либо по этой ветке, либо по военной посмотрим. А здесь Франция сдала Париж. На самом деле это меня очень расстраивает. Германия реально побеждает на двух фронтах. И кстати, вот у нас сразу ивент. А нет, это ивент про Гавайи. Да, я полагаю. Да, про Гавайи. Я потому что нажал выдать претензию на Гавайи. Можем бить войну Германской империи. Гавайской империи, господи. Я думаю, прямо сейчас нет. Мы хотим сначала закончить здесь. Затем какие-то дебафы добить. И нормальную армию подготовить. Потому что пока что у нас полтора инвалида в армии. И мы только-только подняли до расширенного. Потому что она сбросилась на добровольцев. Мы пока еще не готовы. Кроме того, я только начал делать танки. Так что нужно сначала покончить с Францией. Подождем. Гавайи не стоит войны. Тут ситуация поменялась. Британия на севере смогла неплохо пробиться. Швейца тоже где-то здесь капитулирует. И вместе с этим, я так полагаю, именно из-за этого, и Австрия теперь решила вмешаться в войну. Австрия не шутка. Там достаточно мощная страна тоже. Примерно такая же, как Германия. Так что ситуация обостряется. В России тут что? В России тоже, в принципе, мощная. Шансы примерно у них равные. Но вступление в Австрии, я думаю, сейчас через Италию может Франция быть продавлена. Потому что здесь уже какие-то укрепления были пройдены. Держаться сложно в Франции. А нас здесь тоже в Африке потихоньку отбивают. Потому что здесь в пустынях просто нету снабжения. И это ужасно неприятно. Я даже решил начать строить авиабазу здесь вот в пустыне. Просто чтобы помочь нашим войскам там. Потому что это невозможно. У них там есть авиабаза и самолета, а у нас нет. А здесь спала Москва. На самом деле ситуация очень напряженная, но французы контратакуют. Я вижу потихоньку кольцо это уменьшается. А мы здесь смогли снова укрепиться благодаря авиации. Авиация все-таки делает какую-то разницу. Наносит очень неплохой урон. Собственно говоря, здесь опять армия дойдет. Мы попробуем опять контратаковать. Так, наконец-таки мы перешли в какое-то... Какое-никакое наступление. Все-таки тысяча самолетов штурмовой поддержки делают свое дело. Тем временем фокусы промышленности делаем параллельно. А здесь наступаем. И слава богу, мы отошли от этих пустыней. У них просто невозможно было биться. Здесь тем временем Германия с Францией все душатся. Россия, к сожалению, отступает. А значит, что Германия вполне себе может в один момент победить. Потому что здесь тоже идут жаркие бои в Италии. Кто-то в один момент просто кончится. Допустим, французы вот уже вот-вот. Итальянцы. Ладно, не вот-вот, но скоро итальянцы. Здесь, на самом деле, в Британии еще очень много. Интересно, откуда они берут людей. Может, у них просто какой-то дух. Да, у них дух просто есть. В России, на самом деле, народу еще много. Но я думаю, там уже просто не хватает снаряжения. Что там вообще по дивизиям? Я думаю, стоит им чуть-чуть отправить. Хотя у нас именно пехотного не так много, но... Я думаю, можно с ними поделиться. Решил я им дать вот столько. В основном здесь поддержка. То есть такое, пехотного у меня не так много, я им сам отдал. У меня здесь просто куча вот этих останков, которые им не лень подсчитывать и отправлять. Но я еще им отправил самолеты. Думаю, им это должно пригодиться хоть сколько-то. А мы тем временем сейчас добьем Францию. Как минимум, мы взяли Алжир. И сразу же его потеряли. Что поделаешь. Но французы потихоньку кончаются. Произошел крахонтанты, и Франция вот-вот падет. Мы наконец-то смогли пробиться. Потерю Франции ставили миллион двести тысяч. На самом деле, просто космически. Потому что бились они как львы. А еще просто местного снабжения не было, и не мог нормально наступать. Но это уже другое. Сохватываем просто все регионы. И вот, в Америке появилась своя Африка. Наконец-таки мы закончили эту войну с Антанты. Господи. Что поделаешь. У нас тут, между прочим, куча ванн-ивентов была на судьбы стран. Но мы просто делаем кучу марионеток. Потом станем разведроком еще. Хотя нам нужен альянс. Ну и мы... Что нам осталось делать? Мы готовим высадку в Португалию. Поехала наша высадка. На самом деле, здесь очень неплохо защищены границы. Не уверен даже, что мы сможем с первого раза высадиться. Хотя здесь вот, допустим, мы пробиваемся. Но вот я не уверен, что этого хватит, чтобы помочь остальным. Мы можем, конечно, делать вот так. Но это очень лимитированная помощь. Нормально. Под приказами нажал атаку рубеж. Смогли выстоять. Рубежом подзащитились. Теперь переводим сюда всех. К товарищу. Вам нельзя сейчас случайно умереть. Вообще нельзя. Не-то авиации применяют. Ничего. Нужно срочно помочь. О, две дивизии пропали. Ну что ж. Везем из дома еще две. Самое главное. Пускай доезжают эти. И стоит, чтобы такого не было, начать расширять фронт. Мы слышим, что здесь исследование очень подходит к концу. И вот здесь вот я готовлю еще высадку. Видимо, я с нее приключил брал. Ну вот. Чтобы взять Панаму. Потому что Панама тоже в этом альянсе. А в нем теперь нету больших стран. Значит, нужно убить обе страны. Вот, говоря, сдалась. Смогли мы ее выбить. И осталось лишь Панама. Собственно говоря. Будем пытаться выбить ее в следующей высадке. Кроме того, я решил тут подкинуть Ленд-Лиза. Собственно говоря, Франции уже. Немцам засылают надеюсь. Но это потому, что нам не хватает ПТО и танков. В принципе, мы уже в плюсе по ним. Тут пока что ситуация какая. Во Франции фронт консолидировался. Франция смогла отбросить немцев. Ну и на севере немцы отбросили британцев. Россия вроде как более-менее стала на каких-то позициях. Вроде сильно дальше не отходит. Так что не все потеряно. Я думаю, как только мы разберемся здесь, сможем помочь. Мы сразу же попробуем помочь. Поехали мы высаживаться. У нас здесь есть поддержка авиации. Единственное... А нет. Все, мы уже достроили авиабазу. ПТО и поддержка флота. Без проблем Панама отлетает. И на этом, наконец-таки, мы можем закончить серию. Разбили мы Антанту. Разбрабили мы Францию. Теперь в следующей серии, я думаю, мы будем заниматься Европой. Потому что здесь очень такие плотные блоки. В принципе, и в Африке, я так понимаю, у нас тоже будет фронт. И в Америке здесь тоже есть Гейти и Бразилия. Возможно, мы им тоже займемся. А с вами был Тугай. Все как обычно, ребята. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, комментарии. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok